У нас прошел такой ливень, не ливень, а ураган. У нас очень большой ветер был. Даже у некоторых, вернее у соседей, некоторые деревья не повалил, а прямо ветки так поломал. Ну то есть нашкодничал. Рассыпалась моя гортензия, посмотрите. Он ее туда-сюда мотылял, в разные стороны она, бедняжка. То вправо, то влево. Вот она какая, вон на земле цветочки. Вон туда пошли, немножко рассыпал. Ну конечно такой был ветер, такой был ветер. А дождь бронзбойд, дождь шарко растения приняли. Вот такой большой был дождь. С ветром, с таким наклоном, неровный совсем. А ветер был северный. Так что вот так. Было жарко-жарко. Сейчас после дождика, конечно, уже все так приходит в себя. Я вам скажу, а юка выдержала, посмотрите. Выдержала дождь. Не сломала. Деревья ломала. Но это хорошо. Это я просто хвалю ее. Вот такая юка. Стойкая. Деревья гнула. А юка нет. Молодец. Не сломалась. Она же у меня не подвязана. Потому что вон древовидная. Нет, да, гортензия. Аннабель. Повесила головы. Но там шапки потяжелели как бы. А юка умничка. Смотрите как. Выдержала. Ветер сумасшедший был. Очень. Ну, конечно же, такого ничего не испортил. Там помидорки некоторые бежали. Которые я еще не привязала. Не подвязала. Ну, юка стойкий оловянный солдатик. Лилии. Мои лилии тоже не пострадали. Сейчас сделаем обход. Я вон в галошах. Хотите посмотреть, в чем я? Посмотрите. Галоши у меня. Потому что мокро. Галоши на меху. Тепленькие галоши. Или калоши нет. Но мы говорим галоши. Смотрите, как интересно. Детки внизу. Видите, какая она красоточка. Детки внизу. А че так ее закрыла? А мы не хотим, чтобы закрыл. Прям звезды, правда? Вот так. Это детки наросли. Видите, как? А это сверху. Вот такой цвет. Не могла объяснить, какой. Я за зиму забываю, какие. Знаю, что белые какие-то. Но они вот, я смотрю на камеру, они такие и есть. Без названия, конечно же. Потому что покупаю на рынке, как бы с рук. И там название никто не пишет. Но хорошо. Ее никто не сломал. Это очень радует. Смотрите, как. Детки тоже. Видите, какие цветы. То есть цветы большие. Низенькие, правда. Ну, хорошо. А ветер продолжается. И ветер северный. И у нас вместо 32-38 обещают 21-20. Я вам скажу. Так, ну, розочка она. С ней ничего. Она привязана к забору. А красная лилия. Я вам уже неоднократно показывала. Тоже выстояла. Она же тоже ни к чему. То есть я их не привязываю. Смотрите, как. Тоже выстояла. Хорошо. Я почему показываю. У нас очень большой ветер был. Ну, если у соседа дерево сломало. Так вот. Пол дерева, можно сказать. От ствола оторвало. Что мои? Что мои? А устояли. Вот. Какие красоточки. После дождика. Хорошо им как. Потрепало их. Ну, хорошо. А там, видите, как посадила. Посадила желтую лилию. А она то ли ростом не вышла. То ли ее ущемлял. Ой, ущемлял пион. Какая-то она низенькая. Азиатка эта. Наверное, буду бы носить. Как-то не было у меня таких. Не совсем уж. Я не сажала сюда детки. А получилось. Посмотрим. Вон флоксочка. Флокс. Ранний. Ранний цветущий. И там у меня тоже маленький кустик древовидной гортензии Аннабель. Уходим отсюда. Уходим. А вот эта Аннабель. Там она немножко, видите, как густые посадки. Густые посадки и ничего ни с чем. А здесь вот я ее убрала. Ирисы. Там еще у меня были цветы. Сейчас скажу, кто. Что, что. Была турецкая гвоздика. Ее там было очень много. Я почистила. Не хочу там ее. И вот она, пожалуйста, упала от тяжести воды. Ее так, наверное, вода. Ее вода, она, конечно, немаленькая. И она потяжелела от тяжести. Там еще вон попадали. Не попадали, понаклонялись. Понаклонялись. Вот. Вот какая. Две вместе. Ничего. Ничего страшного. Это мои перцы. Перчики уже висят. Вот. Перчики. Там тоже. Ой, мокрые. Я не хочу даже лезть. Туда. Ну, есть. Я видела, что есть. Вон. Вон там перчики. Не знаю, что это я посадила. Это было в том году. Подскажите, пожалуйста. Ну, я могла какую-то ароматраву посадить. Это не душится? Не знаю, что это. Может, кто-то подскажет. Вот цветочки. Вот цветочки. Как же видно. Я в том году на торце что-то сажала. И забыла. А в этом году вышла. Ну, я купила в том году душицу орегано. Она совсем другая. Может, кто-то знает, что это? А то я не знаю, куда ее применять. Грядка, где был чеснок. Посмотрите. Видите? Не копала, вынимала. Может, все знают. Я просто показываю для тех, кто, может быть, не знает, что можно мульчировать ореховым листьем. Листьями ореховыми. А выбрасывают его. А можно в дело отправлять. Дождик закончился. Жара пока ушла. И буду заканчивать обрезать клубнику. Сажусь на эту досточку. И с этой стороны, и с этой стороны. И так иду, иду. Вот прошла ряд. Ну, два рядочка как бы. До дождя. Нужно еще эту сторону, эту сторону. И вон там грядка тоже меня ждет. А тот чеснок, который головками, я еще не вынимала. Когда вы ему покажу, что получилось с этого опыта. Одну уже, смотрите, достали. Один пучок. Будем потом считать. Раз, два, три. Сколько я сажала? Да, вот это теперь будем. Здесь. Смотрите. Так, это я повторяюсь. Я сажала одну головку. Получилось. Но здесь с одной головки. Раз. Сейчас. Видите, вот такой. Может, меня не слышно. Это ветер у нас сильно большой. Это сорняк. Это сорняк. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь головок. Головки по сравнению с теми, что я сажала. Посмотрите, посмотрите. Там восемь головок получилось здесь. Раз. Два, три. Четыре, пять. Здесь шесть головок. А, маячок покажу. Так. Вот, видите, маячок. Вот, посмотрите, маячок, видите, ровненький. Это уже пришла пора, пришло время копать, вынимать чеснок. То есть, чеснок созрел. Сейчас будем в следующую. Здесь всего четыре зубка. Ну, или как, четыре головки будет. Я так думаю, что сколько зубков в чесноке, столько головок. Так. Ну, что мы имеем? Я вам скажу, игра стоит свеч. Посмотрите, это хорошая головка. Что значит после дождя выкапывать? Смотрите, что делается. Нужно сушить и сушить. Хорошая. По сравнению вот с первыми. Там было восемь. Вот, смотрите. Сейчас отделим. Вот видите, разница. Это хорошая головка. Чуть-чуть, конечно, поменьше, чем у меня. Те, которые по одному. Но я вам скажу, и работает. Смотрите. Вот же. Это вот эта маленькая головка. Это там, где восемь штук. То есть, наверное, сама головка была с восьми зубочков. Теперь следующая идет. Вот здесь тоже четыре. Вот эту давай выкапывай. Нет, ты крайнюю хочешь? Ну, давайте крайнюю. Здесь тоже четыре. Наверное, все зависит от того. То же самое. Тоже хорошее, я вам скажу. Хорошее. Ну, там было по стволикам. Видно, что там, где меньше... Здесь пять. Здесь пять. Так, сюда мы их. А, нет, четыре. Там где пять? Что-то мне показалось пять. Четыре. Тоже четыре. Значит, четыре. Там, где четыре. Вот, смотрите, было раз. Головка, два, три, четыре. Пять головок было. Значит, пять головок из них... Там, где... Я уже повторюсь, наверное. Вот они. Там, где побольше... Это потерявшийся. Это просто я в клубнику подсаживала, но его и не выкапывали. В общем, там, где, смотрите, там, где больше зубков, там меньше головка. Но здесь вот хорошее. Хороший товарный вид. Вот это товарное... Товарное... Сейчас отрусим грязи просто много. Там, где четыре... Четыре, четыре... То есть, я вам скажу, работает. И очень даже хорошо. Одно дело посадить одну головку, а другое дело четыре зубчика посадить. Ну, это, конечно, мне не очень понравилось. Но все равно хорошо. Они не такие масякусенькие, нет. Они не такие. Ну, не скажу, что сейчас вот выкрем. Сейчас у меня руки будут грязные. Ну, ладно. Вот они какие. Я не скажу, что они сильно... Они не сильно маленькие, нет. Я вам показала, какой чеснок... Вернее, как... Что получается, головку посадил без проблем. Единственное, сажала я. Подальше друг от друга. Вот так. Так что, хорошо получилось.